приветствую друзья сегодня хочу поговорить с вами о цапах много 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 вопросов относительно них возникает и основные вопросы связаны вот с чем часто слышу вопрос вот мне нравится звучание такого-то цапа и я хочу следующий плеер именно на таком цапе так вот друзья это заблуждение очень сильно на звучание любого плеера влияет начинка так называемая обвязка причем кардинально влияет точно так же как люди некоторые говорят вот такой-то цап мне не нравится я буду следующий брать sub именно такой или же говорят о том что вот этот зап звучит лучше чем какой-то другой цап это заблуждение взять те же самые усилители например если у нас есть два усилителя но как минимум два до один стоит на фильтре 2 на выходе и вот при помощи манипуляции с этими усилителями можно сделать звук резче можно сделать звук мягче можно сделать его мутным если поставить вообще какой-то китайский подвал какую-то копию непонятно то есть можно по-всякому извращаться со звуком то есть изменить его до неузнаваемости и поэтому вот эти фразы о том что мне нравится как звучит и с с например тон резкий мне нравится резко да согласен это может иметь место одно только в тех плеерах где цап уже содержит усилитель то есть там где на выходе никаких дополнительных обвязок никакой дополнительной начинки нет то есть у нас есть цап в цапе внутри встроен усилитель и сразу это идет на выход вот в таких плеерах как пример что можно привести но например тоже самый colorfly c3 да в таких плеерах да действительно звучание будет схожая но если у нас нету нету подобной привязки если у нас есть хорошая начинка это например дорогой хай фай плеер или же какой-нибудь вообще стационарный плеер то в этом случае цап играет настолько мизерную роль что привязываться к нему нет никакого смысла например стационары имея древний древнейший цап вообще пятилетней давности играют очень круто а какие-нибудь современные дешевые плееры даже если у них установить какой-то супер крутой цап они играют так себе и это касается как детализации это касается также и именно плотности звучания это касается очень многих факторов цап друзья здесь играет он играет роль согласен что цапа немножечко по-другому дает подачу но благодаря остальной начинки это звучание настолько сильно модифицируется что говорить о нем нет никакого смысла вообще и особенно меня расстраивают люди которые говорят что вот у этих двух плееров одинаковый цап одинаковые усилители на и звучат одинаково нет вообще нет простой пример это тот же самый x2 x3 и fio x32 очень похожи в свое время должны были друг друга убивать но ничего у не получилось потому что даже если имеют они одинаковые цапа одинаковые усилители остальная обвязка сильно отличаются и общее звучание вообще разное поэтому цап такая штука в любом случае надо слушать любое устройство и какие-то предположения делать только относительно цапа это заблуждение вот такие ответы на ваши вопросы